63-летний каспичанин Магомед Рабаданов с начала спецоперации пытался отправиться на поле боевых действий добровольно, но все попытки были тщетны. На сегодняшний день ему удалось достичь своей цели благодаря программе по созданию добровольческого батальона «Каспий». Я еще в прошлом году, в мае, 21 мая, выехал в Грозный первый раз поехать туда. Потом по причине возрастных ограничений у меня не получилось поехать. После этого еще трижды я ездил, поднимали планку, все равно не взяли. Но я не изменил свое решение, потому что родина есть самая дорогая из того, что нам оставили наши предки. За нее надо стоять всегда. Как рассказывает Магомед, это решение он принял из-за желания быть рядом с тем, кто сейчас стоит на передовой за Россию. Доброволец также делится своей безграничной любви к родине и тем, как ему удалось попасть в ряды добровольцев. Вот здесь я в парке был, звонок из военкомата. Меня спрашивают, Магомед Амарович, вы не изменили ваше решение? Я говорю, нет, не изменили, никогда не изменю. Я готов и сегодня. И попросили подойти к военкомату тогда. Я пришел, ребята были, все бумаги оформили, ездили еще в Кизляр, в Кизляр ездили. Оттуда приехали, сказали ждать. Мы уже знаем, где отправки. Сейчас доброволец уже готовится вступить в отряды. Изучает стратегию военнослужащих при боевых действиях и приводит себя в спортивную форму. Кроме того, Магомед, обращаясь ко всем ребятам, которые также хотят служить отчизне, желает самого главного. По его мнению, это смелости и любви к родине. Ведь именно эти два фактора помогут добиться успеха. Что нужно для солдата? В первую очередь, знание оружия. Вторую очередь, это иметь выносливость, физическую подготовку и, конечно, все, что остальное необходимое. Семья Рабаданова, несмотря на то, что им тяжело принять такое решение, поддерживает Магомеда во всем. Кроме того, с ним на поле боевых действий отправится и Набир Амазанов, такой же добровольц, который мечтает служить своей родине. Отказывали. Потом я еще раз попитался через Росгвардии оттуда. Там, сказали мне, до 55 лет. Ну, потом я, слушай, до 65 порнимают. Я пошел, посмотрел, плакат увидел. Да, действительно, до 65 лет написано было. И я пошел, записался. Ну, почти два месяца ждал. Как рассказывает Наби, он не мог просто сидеть дома, когда молодые люди отдают свои жизни ради мирного неба над нашими головами. И сегодня он четко уверен в правильности своего решения. Вы сами знаете, как бывает о женщине. И, конечно, они возмущались-то туда-сюда. Что тебе не хватает? Все есть. Зачем туда едешь? Я говорю, да, у меня все есть. Но в любом случае, говорю, если уродь, может, защит тоже надо. Отметим, что сейчас добровольцы с боевым духом активно готовятся к прохождению учений.